Убой скота Запрет на употребление в пищу крови и живой плоти предопределил выработку жестких и действительно священных правил убоя скота. Есть лишь один разрешенный способ отнятия жизни у животного – быстрое, почти мгновенное перерезание сонной артерии на шее. Из артерии вырывается струя крови, сразу же прекращается питание мозга и животное мгновенно теряет сознание. Дальнейшее подергивание животного – это чисто мышечные рефлексы, которых само животное уже не осознает, как человек, находящийся в состоянии комы. Так, по крайней мере, утверждают физиологи. После того, как участились в нападке на принятый у евреев способ убоя скота, были проведены научные исследования, которые показали, что из всех способов, какими человек может убить животное, этот способ представляется наиболее милосердным. Наш закон признает максимально безболезненный метод убоя скота непререкаемым правилом. Если хотя бы одно условие такого убоя нарушено, то мясо уже считается трефным, и нам запрещено его есть. Смертельное рассечение сонной артерии животного должно быть резким и мгновенным. Нельзя делать ни одного пилищего движения, не говоря уже о повторной попытке или каких-либо других движениях, которые могут причинить животному боль. Лезвие ножа должно быть ровным и острым, как бритва. Малейшее зазубрино на ноже делает мясо трефным. В момент умерщвления животное должно находиться в неподвижности, чтобы нож попал точно в положенное место на шее. Этой работой занимаются опытные резники, которые подвергаются строгим квалификационным испытаниям, прежде чем они допускаются к своему делу, требующему недюжинного мастерства. За каждым движением экзаменующегося наблюдают столь же опытные инспекторы. Профессии резника и инспектора, первого на иврите называют шохет, второго мошгиах, существуют издревле. Часто они передаются по наследству детям, разумеется, после соответствующей подготовки. Когда животное умерщвлено, мошгиах обследуют его тушу, чтобы установить, есть ли признаки болезни, по которым мясо считается некошерным. Эта процедура имеет безусловное санитарно-гигиеническое значение. Важно отметить, что она существовала еще в глубокой древности. Наши предки надолго опередили в этом вопросе свое время. Благодаря такой придирчивой скрупулезности в убое скота, евреи в течение многих поколений поразительно мало страдали желудочно-кишечными заболеваниями. После того, как мясо переходит от мясника к потребителю, оно подвергается дальнейшей обработке, из него выпускают остатки крови. Когда-то это была привилегия хозяйки дома, и матери передавали свой опыт дочерям. Однако в наши дни при массовой продаже кошерной пищи окончательная процедура выпуска крови производится еще до того, как мясо попадает в магазин, и оно продается уже полностью готовым к употреблению. Производитель берет на себя и ответственность за то, чтобы мясо абсолютно соответствовало раввинским стандартам и было проверено на все сомнительные симптомы. Продолжение следует...